Всем привет, с вами Кардес и сегодня наконец поговорим про торговлю. Многих интересовало, каким таким образом я обмениваю руны на предметы, как смотреть цены, как это все устроено и так далее. Сразу говорю, что я в этом видео не буду затрагивать площадку D20 GSP, на которой торгуют некоторые из моих зрителей. Про эту площадку я сделаю отдельное видео и как ей пользоваться. В прошлом видео некоторые из моих зрителей заметили, что у меня на наемнике была корона веков, Crown of Ages. Очень дорогой предмет, который можно продать за хорошую стоимость. И в принципе, рассудив извесив все, я решил действительно ее обменять на другие предметы. Что же я получил за корону веков? Первое, что я получил, это Хото. Помимо этого я получил Нагил Ринг и еще один Нагил Ринг, для того, чтобы увеличить вероятность поиска магических предметов. И на наемника я получил Vampire Gaze, взгляд вампира. И вот таким образом, по сути, я разменял один шлем на кучу классных предметов. Поэтому спасибо моим зрителям за полезный совет. Также я наконец нашел Шако и обменял его на руну Гул. Хотя сейчас, по сути, ценники у нас векс и выше. Тоже расскажу, как я это сделал. Итак, первое, что вам нужно знать, что в игре есть, ну скажем так, внутриигровая валюта, за которую мы можем покупать и продавать предметы. Этой валютой в первую очередь являются различного рода руны. Далеко не каждая руна может быть средством обмена. Понятно, что всякие низкоуровневые предметы, в принципе, можно обменивать и на руны, типа там, Дол, Ио, Лум. Весь более-менее вменяемый обмен в игре начинается с руны Ко и более высоких. Так, например, за руну Ко я получил щит Монарх, болванку, из которого в итоге собрал себе рунное слово Дух. А, например, за руну Фал я получил классные клинки для моего ассасина, Бартуки. Чтобы примерно ориентироваться по стоимости, обратите внимание вот на эту картинку. Здесь представлена примерная стоимость рун в условных единицах, назовем это так, чтобы вы примерно просто понимали градацию и, например, внезапно не решили обменять вашу руну Векс на Чам, который стоит дешевле. То есть, если руна реже, это не всегда значит, что она дороже. Это работает только до определенного момента, а конкретно до руны Ом, по сути. А дальше ценность руны измеряется ее необходимостью в различных рунных словах. Но не только за руны можно торговать, но также средством обмена могут служить и различные идеальные камни. Идеальные сапфиры, изумруды, аметисты, топазы, бриллианты и рубины. Идеальные это значит каплевидной формы. Получить такие вы можете, сварив, например, три вот таких белых камня в кубе Харадрика, и вы получаете один камень каплевидный. Но важно понимать, что они не стоят очень больших денег. Так, например, за 20-30 камней вы сейчас можете получить в лучшем случае руну пул. И то есть найдется покупатель. В основном все-таки обмен происходит именно через руны. Руны являются более твердой валютой, поэтому все предпочитают меняться на них. Как же нам найти кого-то, кому мы что-нибудь можем продать или купить, или что-то еще? В основном все торговые предложения расположены вот здесь в окне поиска игр на уровне сложности преисподня, то есть хелл. Если мы выберем другой уровень сложности, то по сути здесь продаж практически не будет. Как вы видите, здесь в основном люди играют. На нормале, понятное дело, вообще никаких продаж здесь не будет. Здесь куча созданных игр, в которых вы можете прокачивать там персонажи, вместе бегать в пати и так далее. Ну, а на хелле как раз таки наоборот все засрано различными предложениями про продажу, и очень мало игр. В связи с тем достаточно сложно искать себе пати на баллы и так далее. Итак, как же строится стандартное предложение о покупке или продаже? Первое, что вы можете увидеть, это букву О. Буква О означает сокращение оффер, то есть предлагаю. Дальше идет предложение, например, О, Шако. Шако это шлем. То есть для того, чтобы торговать, вам нужно будет по идее знать некоторые англоязычные наименования различных предметов, которые вы можете посмотреть на форумах. Конечно большое количество предметов, которые называются по-английски. То есть если вы играете в русскую версию игры, вам придется смотреть, как называются предметы на английском языке, иначе торговля не случится. Более того, скорее всего придется знать некоторые сокращения, которые приняты в торговле. О них мы тоже сегодня поговорим частично. Так, например, Шако это уникальный шлем, который вы видели в начале у меня на голове. И он по сути не Шако, он называется Харликин Крест, шутовской колпак. Но в сокращении он называется Шако, потому что, ну, всем понятно, так уж устоялось. И вот, естественно, мы что делаем? Мы предлагаем Шако, Офер, Шако. И дальше мы пишем N, то есть Need, сокращение от Need, N. И дальше мы пишем, что за него хотим. Например, если я напишу Vex, это будет означать, что я хочу руну Vex за этот предмет. Я могу написать любую другую руну, которую я могу за это запросить. Либо если я хочу две руны, например, тогда я пишу в таком случае Vex East, например. У меня не помещается, смотрите. Что в таком случае мы можем делать? Первое, что мы можем делать, это просто слепить их в одно слово. В любом случае, всем будет понятно, что я имел в виду. Что я хочу за Шако, Vex East. Две руны, Vex и East. Либо я могу написать Vex Plus. Это также будет означать, что мне нужна руна Vex и что-нибудь дальше. Чаще всего Plus означает как раз руну более низкого порядка. Либо второй вариант, который мы можем прописывать, это, например, HR. Это означает High Rune, то есть руны высокого порядка. Руны высокого порядка это все руны, начиная с Vex и более. Хотя, в целом, если человек хочет High Rune, иногда можно с ним сторговаться и на руны более низкие. Например, Ghoul и East в комплекте. Здесь уже как сторгуетесь. В любом случае, даже если человек обозначает какую-то цену, это не значит, что он не готов торговаться. Также иногда вы можете видеть такие обозначения, как NRID, например, или NR. Это означает, что вам нужно прочитать, что написано в описании игры. Ну, давайте для примера посмотрим, где-то здесь, по-моему, промелькивало что-то вот как раз с RID. Вот, например, High Lord, RID. Или вот 40 Torch, параметры 19 и 15, RID. Смотрим. Человеку need. Jah, Obear, и он находится в состоянии АФК, то есть в игре его нет. Это значит, что если мы зайдем в игру, мы должны оставить ему предложение свое. Пишем там Hi. Опять же, по-английски все это пишется, естественно. И пишите предложение, например, руна Jah я готов отдать за там твой торч. И все, и выходим из игры спокойно. Дальше, вот здесь, вы когда будете находиться в лобби или в игре, неважно где, вам придет сообщение от этого игрока, так называемый Whisper, и он будет с вами лично уже общаться дистанционно. Мы не обязательно пишем прям сначала оффер, иногда мы можем написать need, предмет, да, need, Shaco. А потом уже пишем там оффер, что мы предлагаем за это. Можем вообще не писать оффер, например, оставить просто need, Shaco. И в таком случае к нам будут заходить люди и предлагать свои цены. Можем писать need, Shaco, R, например, и в описании к игре сделать то, что мы хотим. Ну, по сути, я здесь показываю все в окне присоединения, да, к игре, то есть в готовых играх. Когда мы создаем свою торговлю, мы это делаем через создание игры, конечно же. То есть мы здесь пишем название игры. То есть, например, оффер, Shaco, дальше read пишем, да. Все, это значит, что нужно прочитать у меня в описании какая-то важная информация человека. Я пишу, например, что это эфирный Shaco, например, да. Такой вариант тоже может быть. Вот F, это сокращение, значит, что предмет эфирный. Если он у меня сокичный, то есть у него есть дырка в предмете, например, у моего Shaco, вы видели, там есть отверстие, в которое вставлен топаз, то я пишу, что, например, что у него перфект топаз и сокет. Хотя можно, в принципе, написать просто P-топаз, и будет понятно, что предмет сокичный перфект топазом. У меня шапка не эфирная, это я просто для примера написал. Ну, просто чтобы вы, например, понимали, как это пишется. Перфект топаз, например, я написал. Или, например, могу написать параметры. То есть, например, пишу там 138 DEV, то есть защита такая вот у этой шапки. Потому что у каждого предмета есть свои параметры, которые для него важны. Вот, например, написано HOTO 40. Соответственно, это значит, что вот вы HOTO видели, у меня кажется, в руках. Сопротивление, у меня плюс 33 там. Здесь человек предлагает HOTO на 40. Или вот написано Shaco 138, значит, что защита как раз-таки этого Shaco 138. Это для Shaco важный параметр, который определяет его стоимость. Или две руны Ghoul, он хочет, вот тоже в описании. В описании всегда нужно читать, что там человек пишет по этому поводу. Однако, здесь есть некоторая проблема. Когда вы создаете сами игру, вам нужно в ней как бы сидеть, ждать, пока к вам будут заходить и поступать предложения. Предложения могут не поступать. В таком случае вы можете сами поискать, кто что продает. При этом, здесь есть некая сложность, когда мы торгуем именно через саму игру. Здесь предложения постоянно обновляются. То есть, вот если мы сейчас сидим смотрим, я такой типа, О! Тал Аму, из-за этого нужна руна Ом. И я хочу на эту штуку кликнуть. Раз, а не успел, все. Страничка обновилась, и я не успел кликнуть, и все, и привет как бы. И теперь попробую найти ее здесь. Вот здесь оно было, не было, описание там какое-то было или не было, оно пропало. Повезет, если оно там снова как-то появится, и я снова смогу на него нажать. Но вот в этом есть некая проблема. Поэтому, если видите, что кто-то что-то предлагает, то сразу кликайте на это, заходите в игру, и там в процессе уже разберетесь, ничего страшного не произойдет. Вы можете напрямую у человека спросить, там, за какие деньги он продает, или предлагает что-то. Второй вариант, если вы хотите купить предмет за конкретную сумму, например, я хочу шаку купить. Естественно, я пытаюсь присоединиться к игре, то есть, которая создал человек. Я пишу, offer shako, need gull. То есть, я предполагаю, что есть человек, который продает шаку за gull, и нажимаю присоединиться. Этой игры нет. Естественно, никто сейчас шаку за gull в таком формате не предлагает. Но мы пробуем по-другому. Need gull, offer shako. И такой игры тоже нет. Какие еще форматы написания есть? Особенно, если вы будете переключаться между серверами, потому что на серверах цены могут отличаться. Например, на американских серверах очень любят писать следующее. Например, shako for gull. Это значит, что я хочу, я продаю шаку за gull. Давайте попробуем присоединиться. Такой игры тоже нет. Вариант второй. Вот так, for gull. Тоже нет. For gull. Тоже нет. Ну вот, естественно, вот таким перебором я, кстати, в свое время шаку и купил. То есть просто набрал offer shako need gull, зашел и там чувак продавал. О, здрасте. А вот кто-то, кстати, игру и создал. Человек продает шаку за gull. Отлично. Давайте как раз по процессу пробежимся. Что это за шаку? Кто продает? Пишем. Show it. Покажи. Ай. Вот совершенно обычный классный шаку за gull. Я бы с радостью его поменял, если бы у меня была руна. Пишу ему, что я скоро вернусь. Но это неправда, конечно. Но, скорее всего, это шаку сейчас кто-то заберет и продаст его за векс. Потому что шаку стоит векс по большей части. И я так уже несколько раз, на самом деле, провернул здесь процедуру. Я пробовал вот так вот игры периодически мониторить. То есть, ну, вы видели, да? Прям вот при вас несколько раз набрал. Один раз не было. Раз уже появилось предложение за gull. Заходим в эту игру. Забираем шаку. И тут же создаем игру offer shako need vex. Но проблема в чем? Тот шаку, который предлагает человек... Вот так, need vex. Ой. Здесь у нас O должно быть, да? Тот шаку, который предлагал этот человек, имеет всего лишь 108 или сколько там было защиты. И это очень низкий показатель для шаку. То есть, вам нужно смотреть показатели, которые на форумах, опять же, различных указаны. Любой предмет генерирует случайный уровень защиты или каких-то еще параметров, которые у него могут варьироваться. И, естественно, эти параметры будут напрямую влиять на цену. Вот шаку с таким уровнем защиты, по идее, векс не стоит. Но при этом, есть люди, которым по барабану на защиту, на другие параметры, они просто купят предмет просто потому что. И я так, два шаку с уровнем как раз вот 106 и 108 спокойненько себе продал людям за векс. В общем, торговля здесь вполне себе возможна. И можно даже зарабатывать здесь дополнительные руны, если понимать, что сколько стоит. Но это, естественно, придет только с опытом. Сразу вы это не осознаете. Я оставлю ссылку в закрепленном комментарии, где есть примерные цены на различного рода предметы в рунах. Но они, опять же, очень приблизительные. То есть, в любом случае, все решает торговля рынок в конкретный момент времени. Сейчас, например, сервера только запущены и цены неадекватные. В обычное время, вот мы сейчас с вами шаку разбираем, да? В обычное время шаку за векс это просто, ну, умопомрачительная стоимость. Шаку стоит не в районе руны ум. Но при этом сейчас их разбирают руками за векс. Как факт, люди сейчас прям активно пытаются навариться на этой шапке. Она достаточно перекуплена, на мой взгляд. Так же, как и Окулус, за который меня сильно ругали некоторые зрители после ролика про Мефисто. Окулус тоже достаточно сильно переоценен. И сейчас он минимум за Гул или Гул Ист продается. А в большей степени за векс. Ну, давайте рассмотрим пример того, как совершается обмен. Здесь, к сожалению, у меня запись немного срезалась по бокам. Не знаю, по какой причине. Но все основное вы будете видеть. Поэтому, извиняюсь за легкие неудобства в картинке. Но в целом все будет видно. Я сидел, собственно говоря, искал себе шагов в угол, чтобы совершить перепродажу. И наткнулся на предложение человека, который продавал штормовой щит за руны. Мне он как раз нужен был, штормщит. И вот написано, нит ум в описании, да, у него. Соответственно, обращаемся к табличке. И смотрим, что стормщилд у нас стоит пул в нормальное время, в нормальном рынке. Смотрим, где находится руна пул. Руна пул-то чуть ниже, чем руна ум. То есть, чуть подешевле. Но, соответственно, поскольку мы знатные барыги, да, и рун у меня на тот момент было немного, а щит хотелось, то, соответственно, будет задача сторговаться на более интересные условия. Соответственно, заходим в игру и первым делом, понятное дело, смотрим, что там есть. Здороваемся с человеком, пишем хай. Есть некие правила приличия при проведении торговли. Я посмотрел, у меня есть две руны ко и руна фал. И, соответственно, я пишу шоуит, так же, как в примере ранее, да. Человек может показать вам предмет либо вот в окне обмена, либо может линкануть его прямо в чат, и вы в чате посмотрите предмет. Соответственно, я ему предложение пишу. Две руны ко плюс фал. Человек пишет ок. Замечательно. Иду в сундук, перекидываю себе эти руны в инвентарь. Предлагаем обмен. Перетаскиваем свои руны. И вот здесь ключевой момент, ребята, очень внимательно. Обратите внимание, что конкретно положил вам человек в обмен. Какой конкретно предмет, с какими параметрами, что это вообще за такое. И дождитесь, чтобы он первым нажал на зеленую кнопку с принятием торговли. Смотрите, чтобы все вас устроило, и только после этого нажимаете кнопку принять. Почему я на этом акцентирую внимание? В любом рынке есть всегда куча кидал, которые вас будут готовы развести. Так, например, когда я пытался найти шаку за гул, мне попалось несколько человек, которые пользовались незнанием новичков и тем, что они могут запутаться, не посмотреть, или просто невнимательностью человека. И вместо шаку ложили шапку, которую вы сейчас видите на мне. И я один раз чуть было случайно даже и не кликнул. Второе, что они могут положить? Они могут положить эфирный предмет. Эфирные предметы в большинстве случаев не стоят тоже практически ничего. То есть там стоимость падает сразу раз в 10. И естественно, что за полную стоимость их покупать нельзя. Дождайтесь, чтобы человек нажал зеленую кнопку. Смотрите, что он там положил и на что он согласился. И только после этого сами принимайте торговлю. Тогда вас никто не кинет и все у вас будет прекрасно. В следующем ролике мы с вами разберем, как торговать через сайт D2.JSP, какие там есть нюансы, как там покупать, продавать, и каким образом можно комбинировать D2.JSP и торговую площадку внутри игры, для того, чтобы совершать выгодные сделки. Благодарю всех, кто поддерживает канал материально через кнопку донатов или через кнопку спонсорства, в частности товарища RLX Ryzen и особая благодарность Дмитрию Сай. Спасибо тебе большое.